Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. За окном лето в самом разгаре, и о том, чтобы торчать на кухне долгое время, даже думать не хочется. Но, с другой стороны, переходить на доширак нет никакого желания. И так привыкнешь все кипяточком заливать, и вообще готовить разучишься. В эту пору особенно хочется чего-нибудь легкого и быстрого, как доширак. В голову сразу приходит замечательный рецепт из книги древника копыта мамонта Елены Ивановны Малаховец. Я вообще-то книгу не имею в виду, про мамонта-то. Он называется «Очень вкусная белорыбеца в белом вине». Пройдемте на рабочее место. Итак, зачитываю. Взять 3 фунта рыбы, предпочтительно стерляди. Я, кстати, стерляди один раз так готовил. Получается потрясающе вкусно. Действительно, если уж отхватили стерлядочку, то готовить ее надо вот именно так. Продолжаю. Таким образом приготовляется осетрина, судак. В особенности хороша стерлядь, ну еще бы. И прочие рыбы, у которых мало костей. Осетрину так я не готовил. Зато готовил судака. Не раз, и не два, и не три. Великолепный результат. Но судака в наших краях нет. Да и простерлядь, местные, скорее всего, решат, что это какое-то русское ругательство. Зато есть мерлуза. Мерлузу в Испании очень любят, потому что костей мало, и рыба крупная. Да и стоит она недорого, что немаловажно для экономных испанцев. Попробую я мерлузу, приготовленную таким способом. Что могу сказать? Очень, очень достойно. Морская заграничная рыба мерлуза вполне вписывается в рецепт, предназначенный для российской речной. Чешую уже снял. Сейчас отрежу плавники. Так вот, ваша задача найти судака, стерлядь или осетрину, или мерлузу. Я уже буквально слышу хор голосов. Димыч, что ты несешь? Ну где мы эту мерлузу искать будем? Спокойно, в магазине будете искать. Есть в России мерлуза. Только она там шифруется. И известна под видом хека. Чаще всего, конечно, вида не газистого, не крупного. Но если сто раз хек не переморожен, смело берите и пробуйте. А теперь ее надо разрезать вот такими порционными кусочками. Еще понадобится белое сухое вино, лимон и небольшой кусочек сливочного масла. Теперь укладываю рыбу в сковородку. Надо выбирать такую, чтобы рыбе было не очень в ней просторно. Теперь белое сухое вино. Его надо столько, чтобы рыбу до середины закрыло. Сливочное масло на полтора килограмма рыбы, граммов 50, вполне достаточно будет. И один лимон. Только никаких семечек. Очень внимательно смотрите. В этом блюде горечь семечек, ну, очень сильно чувствуется. Накрываю крышкой. Сейчас закипит. Убавлю огонь до совсем слабого. 15 минут и все готово. На гарнир к такой рыбе нужно что-то легкое, такое нейтральное. Мне в голову приходит рис или лучший шпинат, припущенный в оливковом масле с небольшим количеством лимонного сока. А вы попробуйте что-нибудь приготовить другое и приложите свои варианты. Будет интересно. Займусь шпинатом. На сковородке разогрею немного оливкового масла. Да, все еще не купил я хорошую, красивую посудину для масла. И выкладываю шпинат. Он готовится очень быстро. Передерживаешь его, все, ни вида, ни вкуса. Как только начало седать сковородки, тут же добавляю лимон и выключаю. Тепла сковородки хватит, чтобы он до конца осел. Иначе приготовиться будет немножко не то. Немного лимонного сока. Эта кислинка, как мне кажется, очень хорошо подчеркивает его вкус. Ну и соли сразу добавлю. Все, выключаю. Ну и для красивой картинки парочка тостов будет в тему. Несколько ломтиков багета положу на сковородку и приготовлю чесночное масло. Зубчик чеснока мелко разбиваю ножом. А теперь масло, соль и немного поработать пестиком в ступке. Хочу сыграть на контрасте. Нежная мякоть рыбы, тонкий вкус шпината с лимонными нотками винными. И в противовес им поджаристые гренки с чесночным ароматом. Мне кажется, будет очень хорошо. Легкий летний обеда-ужин готов. Парни, приготовьте такую тарелочку своим девчонкам. Они будут довольны, гарантирую. После такого ужина совершенно не чувствуешь тяжести в животе. И он подталкивает к свершениям. Смотрите, какая нежная. Очень нежный вкус. Принесите мне такую тарелочку в ресторане. И я тут же потребую пару-тройку звезд Мишлен для него. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не ленитесь ставить тлойсы. Это помогает каналу расти. Не устаю повторять. Совершенно не обязательно каждый день на кухне умирать по несколько часов, чтобы получать великолепные результаты. Напоминаю. Далеко не все рецепты я снимаю на видео. Очень много остается в виде текстов и фотографий. Заглядывайте в ЖЖ Инстаграм. Ссылки вы найдете в описании видео. А также на главной странице канала. Вот в этом верхнем углу. Все ссылочки активные. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова